Я хочу заключить сделку. Я готов встретиться лицом к лицу с Доминго. Теперь на битву можно делать ставки. Удачи! Давай проведем несколько раундов на арене. Ты что, хочешь, чтобы тебя хорошенько отделали? Ты дрожишь, как заяц, Доминго. Большой жирный кусок зайчатины. Вижу, ты там губами шевелишь, но все, что я слышу, ля-ля-ля. Ты здесь самый лучший боец? Ну, давай. Видишь эти мускулы? Там внутри деньги. Ты слишком легко сдаешься. И потом удивляешься, почему я не хочу с тобой сражаться. Давай проведем несколько раундов на арене. Ты что? Не интересно? Ты не стоишь того, чтобы тратить на тебя время. Вот, глотника. Да, так намного лучше. Ну, так как насчет арены? Пошли. Пиво, есть кого отдубасить. Такая жизнь по мне. Тебе, похоже, немного надо. Наступило время преподать тебе, упор. Это нехорошо. Ладно, ты неплох. Очень неплох, признаю. Но тебе еще есть чему поучиться. Такая жизнь по мне. Доминго тебя зауважает. Твоя победа стала для него сюрпризом. И для меня тоже. Вот, твой выигрыш. Не люблю расставаться с деньгами, но ты сделал то, на что и поставил. Никто не хочет сражаться со мной на арене. Это один из самых лестных комплиментов, который ты заслужил. Да. Но я еще не бился с Брогером. Ага. Это совсем другой разговор. Брогер не станет сражаться с тобой просто ради удовольствия. Он получил свое место в лагере за счет мощных мускулов и беспощадности. Он не может никому позволить победить себя в битве. Это подорвет его власть. Поэтому он осторожен. И тебе тоже следует остерегаться. Я знаю, что я делаю. Хорошо, если так. Я хочу заключить сделку. Думаю, я смогу одолеть Брогера на арене. А я думаю, он сотрет тебя в порошок. Но сначала убеди его сразиться с тобой. Это не так-то просто. Я найду способ. Брогер, я вызываю тебя на арену. Ради боя с тобой я никуда не пойду. Я сразился со всеми твоими бойцами и победил их. Теперь ты выйдешь со мной на арену? Ты, трус. Эй, рыбка, немного уважения. Я сражусь с тобой. Может, хоть так научу тебя проявлять уважение. Надеюсь, к этому ты готов. Ты этого не стоишь. Мне плохо. Я впечатлен. Оставайся со мной, и я смогу сделать кое-что стоящее из такого забияки, как ты. Думаю, что я и сам смогу сделать из себя кое-что. Ты дерзи... Ты дерзишь людям и не понимаешь, что тем самым роешь себе могилу. Возможно, мне стоит рассказать Дону о том, что я знаю, Брогер. О чем? О моих сборах пожертвования? На защиту? Ты думаешь, что он поверит такой маленькой рыбке, как ты, а не мне? Увидим, верно? Так, давай не будем спорить об этом. Я ничего не забыл. Я все улажу, ладно? Только не думай, что если ты будешь продолжать, то тебе все сойдет с рук. И не мечтаю. Отлично. Рад, что мы с этим разобрались. Отпусти Сэма поохотиться. Ладно, ладно. Но до чего ты мягкосердечный? Когда ты валялся без сознания, я спокойно вытащил у тебя обломок лезвия меча. Мерзкий воришка! Обокрасть бесчувственного человека! Ты бы сделал то же самое на моем месте, Брогер. Можешь больше не волноваться из-за Брогера. Я с ним разобрался. Отличная работа. Без него тут будем надеяться, что Дон станет самим собой. Но что я тут про нас болтаю? Сдается мне, ты уже вырос. К тебе чувствуется дух приключений. Скоро этого болота тебе будет мало. Ладно, не вернуться ли мне к работе, а? Удачи тебе, куда бы ты ни шел. В руинах, в лесах. Брогер повержен. Ты одолел его. Ты действительно его одолел. Все мы люди. Брогер? Человек? Ха! Вот твой выигрыш. И еще одно. Брогер этого так не оставит. Я знаю. Я хочу заключить сделку. Так, кто-нибудь еще выйдет со мной на битву? Никому это и в голову не придет. Наверняка тебе есть чем заняться. У таких, как ты, обычно есть дело. Это звучит логично, если удуваться. Думаю, что ему надо было сражаться. Насчет лагеря. Похоже, все вернулись к работе, которую ты им назначила. Я смотрю, ты не такой, как все. Впечатляет. Должно быть, есть что-то еще, что нужно сделать. А ты упертый парень, похоже. Вот, бери. Ты это заслужил. Будем надеяться, дальше в этом лагере все пойдет хорошо. Ну, я уже достаточно сделал, чтобы увидеться с Доном. А как мне объяснить ему это, не упоминая, как бы все было плохо раньше? Слушай, между нами. Если ты правда хочешь попасть внутрь, то знай, что Дон одержим сокровищами. Найди ему что-нибудь подходящее и сможешь с ним встретиться. Иди и поговори с кузнецом, Оскаром. Я уверена, он даст тебе пару советов. Насчет лагеря. Можешь больше не волноваться насчет запасов еды. Сэм вернулся к охоте. Да, я слышала. Похоже, ты умеешь ладить с людьми. Вот, возьми золото. Только все сразу не трать. Кстати, Ты была права. Брогер отступился. Спасибо. Теперь тут будет поспокойнее. Ты не волнуйся. Я это все так не оставлю. Подсуну что-нибудь ему в еду, когда он этого меньше всего ожидает. Я знаю такие яды, от которых человека будет несколько недель наизнанку выворачивать. Хм, может мне воздержаться от твоей еды в будущем? Вот, ты заслужил награду. И еще одна вещь. Не говори ничего Эстебану. Он все на меня свалит. Мне ни к чему навлекать на тебя неприятности. А теперь, раз с этим покончено, вернусь-ка я к работе. Спасибо за помощь. Если что, еще найдешь. Скажи мне. Мне нужно где-нибудь поспать. Хм, взайми лачугу Брогера. Вряд ли кто-то готов оспаривать твои права на нее. Ну, я сюда прибыл с полным ртом песка. Так что лачуга на болоте, это уже прогресс. Тебе не приходилось бывать в развалинах? Я? Мне довелось и поиском сокровищ заниматься пару лет назад. Но в те развалины только психи суются. Да, наверное. Так оно и есть. Кто-то должен знать, откуда они взялись. Ты говоришь мне? В чем дело? Похоже, тебе придется свернуть лавочку, Брогер. Дон отдал мне твою кунуру. Следи за своей спиной, рыбка. Зазеваешься и отведаешь моего клинка. Ага, ага. Только можешь не надеяться, что я зазеваюсь. Ты не заметишь, как я появлюсь, рыбка. Я собрал все осколки клинка. Моя правда была. Прекраснейшая работа. Ему повезло, что тут есть я. И я могу вернуть его к жизни, а? А что ты тут стоишь и смотришь, как будто от меня какой-то награды ждешь? Ладно, возвращайся, когда я закончу меч. Я тебе покажу, на что способен настоящий мастер. Вот так. Феникс возрождается из пепла, а? Прекраснейшая штука, правда? Он прекрасен. Правда ведь? Все, отдай, отдай немедленно, а то еще поцарапаешь. Прости, знаешь, я его себе оставлю. Ага, конечно. Отдавай мигом. Я говорю, отдай мне меч. Вот, скотина, ты это с самого начала планировал. Хотел заполучить меч, чтобы добраться до Дона. Ты пожалеешь, что со мной связался. Я слышал, Дон хотел заполучить меч. Золотой меч. Так вот, он у меня. Ты это серьезно? Ты действительно смог собрать все куски? Просто невероятно. Даже не скажешь, что он был сломан. Оскар безупречно знает свое дело. Я так думаю, этого достаточно для встречи с Доном. Шутишь, что ли? Он за такое разведется со мной и женится на тебе. Полагаю, я могу войти. Стой, где стоишь. Больше ни на шаг я не подпущу тебя к Дону. Охрана. Наверное, это действительно важная работа. Самая важная в лагере. Я слежу за тем, чтобы никто случайно не забрел к Дону. Ему очень сильно не нравятся эти забредшие. И я не собираюсь тревожить Рейчел, а то не получу свою жратву. Так что проходи дальше, не задерживайся. Рейчел сказала, я могу поговорить с Доном. Правда? И мне просто поверить тебе на слово, да? Может, мне ее сюда привезти? Уверен, она будет в восторге от того, как исполняются ее приказы. Да, да, хорошо, я все понял, проходи. Только не беспокой его, а то Рейчел подаст на обед наши с тобой кишки. Ты чего-нибудь хотел? Я занят. Если только Дон не прислал тебе по делу, то у меня нет на тебя времени. У тебя привычка входить без предупреждения. Кто ты? Я потерпел кораблекрушение. Пришел предложить свои услуги. Кораблекрушение? Мне нужны настоящие мужчины, удачливые. Ты видел, как твой корабль терпит крушение. Ты считаешь это удачей? Когда все погибли и выжил я один? Я считаю это удачей. Хм. Полагаю, мы все потерпели крушение на этом острове. Отверженные жизнью, теперь отрезанные этими штормами. Я дам тебе шанс, чужеземец. Докажи мне свою удачу. Твоя жена Рэйчел мне верит. И ты полагаешь, что я верю своей жене. Есть люди, настраивающие лагерь против тебя. Люди, которые богатеют за счет твоего золота. Я могу сказать тебе кто. Ха. Думаешь, сообщил мне новость? Люди жаждут золота. Желают власти. Пока не дорвутся до этого. Я могу тебе предложить то, чего не могут другие. Преданность. Преданность доказывается делами. Слова просто ветер. Ждешь, что я буду умолять тебя ради твоего же блага? Это ты должен умолять меня. Вот это другой разговор. Гордость. Гордость съедена заживо в этом проклятом болоте. Проглочена злостью. Отравлена праздностью. Иногда мне кажется, что Финчер единственный человек среди них, у которого осталось самоуважение. Он сказал мне, что у тебя есть гордость. Но есть ли у тебя твердость? Мне очень нужна гордость. Поэтому я предоставляю тебе шанс доказать, чего ты стоишь, чужеземец. Я бы хотел узнать больше о том, что здесь произошло. Почему ты и твои люди оказались на болоте? Инквизитор глубоко вонзил свои когти в плоть этого острова. Крепко стиснуты Харбортаун и монастырь. Вот что он думает. Так кажется и всем остальным. Число членов Инквизиции растет. Люди поступают к нему на службу. Я вижу, как человек наживает себе врагов. Человек тратит свои силы на тварей в развалинах. Потому мы затаились здесь, как паук в углу своей паутины. И выжидаем. Что ищет Инквизитор на развалинах храма? Белые мантии забирают все, что находят в монастырь. А там маги трудятся над разгадкой тайн. Это все, что мне известно. Пока они сторонились этого храма. Но сколько это еще продлится? Белые мантии не нападали на тебя? Сейчас они избегают открытых столкновений. Но если они не найдут того, что ищут на других руинах, я уверен, они обратят свои взоры на нас. А что было до того, как появился Инквизитор? Продажные власти, как в других землях, которыми правит материк. Один чиновник сменяет другого, тянут жилы из народа, борются за власть. Когда они отправили своих людей на материк, мы уже были готовы. Во имя нашего народа я взял все под контроль. В борделях стало чисто, цены снизились, у людей появилось достоинство, гордость. Потом разверзлась земля, и выросли развалины храма. И Инквизиция со своими методами пришла вслед за этим. Почему сюда? Из всех мест, почему именно сюда? Он от нас что-то скрывает, Инквизитор. Но я узнаю его тайну. А тем временем я выкапываю из руин столько золота, сколько возможно. С золотом! С золотом можно сражаться за власть. Что ты планируешь делать? Я хочу вернуть себе город. Это наш город. Он принадлежит жителям острова, а не материка. По этой причине я оставил в городе своих людей, когда мы уходили. Они должны были присылать мне информацию. Но я уже несколько дней ничего от них не получаю. Кажется, настали времена, когда все идет не так, как задумывалось. Как я могу помочь тебе? Узнай, что случилось в Харбортауне. Разыщи моих людей. Не представляю, живы ли они, в тюрьме погибли. Или еще хуже, не переметнулись ли они к врагу. Ступай в город, разузнай, что случилось. Как мне пробраться в Харбортаун так, чтобы не попасться на глаза белым мантиям? Задние ворота охраняются старой городской стражей. У этих людей нет начальника, поэтому их преданность можно купить с помощью золота. Когда все продается, ценно только золото. Милость надо заслужить. Докажи свою ценность, и милость появится. А как насчет золота? Тебе заплатят все, что причитается. Или в вопросе было больше, чем просто корысть? Не все чувствуют, что получают свою долю сполна. Брогер предает тебя и набивает себе карманы. Он использует бойцов, чтобы вымогать деньги за защиту от твоего имени. Брогер всегда был себе на уме. И в такие времена, когда у твоих людей, и без того полно страхов и забот, ты хочешь, чтобы они платили ему и винили тебя в своих страданиях? Если ты говоришь правду, я сверну Брогеру шею. Ты совершенно прав. Настало время преподать ему урок. Назови имена своих людей в Харбортауне. Нет, нет. Я тебе еще не доверяю. Отправляйся в город. Ты найдешь их. А если нет, и тебя вдруг схватят, то без имен есть шанс, что они останутся на свободе. Я не буду подвергать своих людей опасностей. Я принес тебе меч, который ты искал. Это работа Оскара. Я сразу понял. Мы оба искали этот меч с тех самых пор, как узнали о нем. Вот оно. Прямо у меня в руках. Вот, возьми золото в награду за свои усилия. Я согласен отправиться в город для тебя. Хорошо. Иди и узнай, верны ли мне мои люди. И еще одно. Да? Инквизитор. Собери о нем все сведения, какие только сможешь. Здесь, в этой дыре, я слеп и глух. Я должен знать, что задумал этот фанатик. Ради своего народа. Ради своего острова. Тебе что, нечем заняться? Значит, Дон дает тебе шанс. Да. Повезло тебе. Повезло. Я знаю, как это выглядит. Он, скрывающийся в том храме. Позволь дать тебе совет. Не пренебрегай ему. Он просто выжидает время. Остров принадлежит Дону. И он собирается вернуть его себе. Что ты делаешь для Дона? Я занимаюсь его делами. Присматриваюсь с людьми. Сейчас это в основном означает Инквизиция и Белые Мантии. Раскопки ведутся на нашем острове. Какое право имеет Инквизиция все отбирать? Если ты не хочешь, чтобы они и тебя забрали, лучше тебе потренироваться. Ты ожидаешь нападения Инквизиции? Они наращивают свои силы, приближаясь с каждым днем. Это вопрос времени. Рано или поздно они попытаются перейти в наступление. Что ты имеешь в виду? Они забирают все? Они повсюду. Их группа расположилась недалеко от болота на юго-востоке. Они разграбили руины замка, которые выросли там, из-под земли. Если бы мы смогли захватить тот сторожевой пост, это удержало бы их там подольше. И у чудовищ был шанс уменьшить их ряды. Почему же вы не захватили его? Кто должен был удерживать Белых Мантий? Брогар и его бойцы. Брогар не станет рисковать. Брогар никого за собой не поведет. Поведет, если Дон ему скажет. Он предал Дона. Кто-то другой должен возглавить его людей. И кто, по твоему мнению, должен повести его бойцов? Я займусь этим. Ты? Здесь никто ничего не делает. Кто-то должен встать во главе. Пришло время действовать. Вперед, скажи бойцам, что я прислал тебя. Возглавь нападение. И положи на лопатки Белых Мантий. Ты какой-то нервный. Проблемы? Пока что нет. Но тут чего угодно можно ожидать. Дай этим ублюдкам палец, и они всю руку отхватят. Тогда гляди в оба. Зачем ты мне докучаешь? Ой, инвизитор хочет этого. А кто-нибудь нас спросил, чего хотел? Вода и золото. Величайшие сокровища пустыни. Сколько? Десять? Двадцать? Больше? И что мы можем для тебя сделать? Возможно, немного подлечить? Подлечиться было бы неплохо. Ах, у меня есть зелье для заживления рам. Я хорошо разбираюсь в искусстве алхимии и сам готовлю многие снадобья. Ты маг, и ты служишь Дону? Кто-то же должен о них позаботиться. Эта участь выпала мне. Большая честь. И к тому же позволяет заниматься тем, что мне нужно. Ребята здесь немного буйные, но мы заключили соглашение. Я их лечу, а они не мешают мне проводить исследования. Исследования? Именно. Здесь многое предстоит открыть. Например, магический барьер в подземелье. Что ты можешь рассказать мне о монастыре? Это место для размышлений и получения знаний. Место для медитации. Впрочем, сейчас это всего лишь отвратительная площадка для учений инквизиторов. Там, где царили безмолвие и мысль, теперь раздается стук дубин упражняющихся воинов ордена. Но там есть те, кому важны науки. Те, кто хранит знания ордена. Кто-нибудь из них может поделиться своими знаниями? Хм. Можно обратиться к мастеру Илюмару. Он обучает делать свитки. Возможно, это простая магия. Но было бы ошибочно недооценивать силу свитков. Спасибо. Поговорю с ним, если встречу. Я бы сделал то же самое. Ты не пожалеешь об этом. Магический барьер? Они были очень неглупыми, те, кто здесь строили. Они полагались не только на железо и камень, чтобы защититься от людей. Они, кроме всего, владели магией. Если отважишься проникнуть вглубь храма, то увидишь сам. И это не единственное на острове место, охраняемое с помощью магии. Маг, что я должен сделать, чтобы обладать навыками, нужными в магии? Эта тропа приведет тебя в Харбортал. Думаю, поиски этой твоей магии лучше начать оттуда. У тебя есть что-нибудь на продажу, маг? Можно ли мне научиться алхимии? Смотря чему. Готов ли ты к обучению? Твой ум открыт новым знаниям? И вообще, готов ли я учить тебя? Что ж, думаю, да. Но есть опасность. К этой науке нельзя относиться беспечно. Я буду направлять тебя, но и тебе самому следует остерегаться. Бац, и всё. Самые страшные ошибки алхимика. Не трожь, не твоё. Я смотрю, у тебя тут нехило золотишко. Это из развалин. Люди Дона как пчёлки трудятся. А я чилиное жало. Как так вышло, что Огор сторожит бандитское золото? Дон Эстебан спас мне жизнь. Так что теперь она принадлежит ему. Я Каракас. Работаю на Дона Эстебана ради своей чести. Дон, видимо, доверяет тебе, раз оставил одного с такой кучей золота. Дон Эстебан говорит. Нет никого лучше, чем Каракас. Для меня важна лишь моя честь. В золоте нет чести. Лишь жадность. Похоже, лучшего охранника Дону не найти. Кое-кто пытался испытать Каракаса. Никто не прошёл. Верю тебе на слово. Те, кто неверен, находят смерть. Те, кто верен, учатся у меня, чтобы защищать Дона Эстебана. Ты здесь тренируешь бойцов? Дону Эстебану нужны сильные руки и острые топоры. Дон Эстебан знает о проблемах с Брогером. Если ты хочешь настоящих изменений, не скрывай ничего от Дона. Я же тебя просила. Мы же договорились, нет? Зачем было его расстраивать? Тут, может, и есть проблемы. Но Эстебану нужен покой, а тут ты. Ладно, иди отсюда. Я понимаю, в последнее время было много проблем. Но если нам повезёт, мы все обретём мир. Оптимистично. Нет ничего хуже того, с чем мы покончили. Теперь мы можем справиться с чем угодно, если поверим в себя. Может, ты и прав. Что? А чё всё это пиво? Какое пиво? Моё. Моё. Только я его не вижу. Где оно? Эй, смотри. Прямо за тобой. Какой огромный могильный червь. Что? Где? Как ты меня напугал. Никогда больше так не делай. Даже и не думал. Эй, я пытаюсь тут спать. Берегись сзади. Могильный червь. Что? Где? Он сбежал? Чертовски юркие твари. Мне стоит смотреть в оба. Это интересно. Какая музыка? Субтитры сделал DimaTorzok